Песчаные карьеры разрушают асфальтовое покрытие на дорогах Дагестана. Речь идет об автодороге Мамит-Кала, поселок имени Мичурина, которая была построена совсем недавно, но уже вся износилась. Произошло это из-за регулярных проездов большегрузов, которые возят песок из карьера. Проблемой обеспокоены местные жители, они обратились в общероссийский народный фронт. К какому итогу пришли активисты совместно с представителями ответственных структур, смотрите далее. Песчаные карьеры стал разрушительной точкой для прилегающей автодороги. Большие Камазы ежедневно возят отсюда тонны песка. Такую нагрузку дорожное полотно выдержать не в силах. Почти сразу здесь появились выбоины, ямы, трещины. Дорогу построили для развития туристического кластера в 2018 году. Гарантийный срок еще не истек, но она уже требует ремонта. Мы понимаем, что и не ставим под сомнение, что нужны и песчаные карьеры, надо развивать и строительство и так далее. Но сегодня мы видим такую ситуацию, когда люди, делая одно, разрушают работу, которая была выполнена другими лицами. Мы приехали сюда для того, чтобы определить совместно, кто виноват в том, что дорога разрушается и какие необходимо принять меры. Хозяева карьеров отказываются признавать свою вину в разрушении асфальта и заверяют, что их транспорт едет по другому пути. А маршрутом Аметкала поселок имени Мичурино чаще всего пользуются частники, ведущие незаконную добычу песка. Представитель Минприроды республики заверил, что лицензия на добычу песка на данном карьере есть, и здесь нарушений быть не может. Но насколько законно использовать для проезда именно эту дорогу, еще предстоит разобраться. У этого карьера, то есть у индивидуального предпринимателя имеется лицензия на пользу медиками, которая представлена еще в 2015 году. Земли были в установленном порядке переведены в промышленные. И имеются тут соответствующие документы, то есть в установленном порядке выдали лицензию. По поводу того, что творятся дороги, там надо уже более детально смотреть, потому что у них в схеме все должно обозначено, и по какой дороге они должны приезжать и так далее. Местные жители обеспокоены, что в результате дождей может произойти подмыв участка дороги, и она обрушится. Чтобы спасти ту часть дороги, которая еще не разрушена, активисты ОНФ предложили установить знак на участке, запрещающий проезд Большегрузного. По словам представителя ДАК «Автодора», такая проблема характерна для всех дорог республики, рядом с которыми имеются карьеры. Именно Министерства транспорта и Дагестана «Автодора», чтобы установили весовой контроль на карьерах и чтобы контролировали весовой контроль въезжающих машин. И кроме того, чтобы они установили законные съезды, заезды, выезды с карьеров. Необходимо установить знаки по ограничению весового контроля по нагрузке на ось и по общей массе нагрузки на дорогу. Владельцы карьеров обещали засыпать ямы вдоль дороги, чтобы предотвратить ее обрушение. Но и это не панацея. Вопрос, кто восстановит дорогу полностью, остается открытым. Заказчиком строительства дорожного объекта было ментуризма республики, поэтому дальнейшие переговоры по данной проблеме ОНФ Республики Дагестан будет вести с туристическим ведомством. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Дзербенский район.